В Северодвинске в рядах бессмертного полка насчитали около 10 тысяч человек, вместе живые и павшие. Наш город уникален. Здесь прошли сразу два бессмертных полка. 7 тысяч по проспекту Ленина, около 3 тысяч на Яграх. И впервые в бессмертном полку прошагали жители старинной Неноксы. Так что смело можно сказать, полков памяти у нас было три. Подробнее Ксения Кабанова. Под песни военных лет фотографии героев несут их потомки. Погибших в годы Великой Отечественной и уже в мирное время. У каждого бойца своя история. В полку выделяется штендер семьи Старокожевых. На нем не фото, а нарисованный портрет. Клавдия Васильевна Старокожева погибла в Краснодаре в 1942-м. Партизанку расстреляли гестаповцы. Это друг семьи нарисовал. Они вместе были в заключении. Он остался жив. Вот нарисовал портрет. В гестапе нарисовал. Они вместе в гестапе были, а он был художник. И ее хорошо знал. Она работала где-то в сволкоме или где-то. Ну, в общем, на виду была. И он ее нарисовал. Вот подручно, что было. Четыре года назад бессмертный полк насчитывал несколько сотен горожан. Сегодня это уже семь тысяч. Северодвинцы преодолели небольшой, но такой важный для каждого маршрут. От дворца молодежи-строитель до сквера ветеранов. У мэра Михаила Гмырина в руках портреты двух дедов. Маркова Ивана Алексеевича и Гмырина Кузьмы Максимовича. Бессмертный полк шагает в целом по планете. А для России он имеет особое значение. Значение в том, чтобы эта страшная война не повторилась, и чтобы люди не теряли своих родных и близких. Бессмертный полк стал главной частью празднования Дня Победы во всех российских городах. В Северодвинске за несколько дней до шествия было выдано более тысячи фотографий. Фотосервис в канун 9 мая работал всю ночь. Каждый, кто шел в полку, оформил штендер так, как посчитал нужным. Ведь главное – это память о героях. Мы помним и гордимся нашими героями. Наши герои – это наши деды, это наши близкие люди. Благодарим им мы сейчас живем. И мы благодарим их за победу, очень любим. И это возможность вспомнить и пройти со своим дедом рядом. Несем портрет моего деда Ползиков Павел Егорович. Он пошел на фронт в 41-м году рядовым стрелком. Потом, в дальнейшем, он освобождал Крым. В частности, город Керчь. Мне, к сожалению, не привелось с ним постричаться, так как я родилась уже позже. Но, безусловно, я очень горжусь своим дедушкой. Интересно, что Северодвинск – единственный город в области, где 9 мая было два бессмертных полка. Свое шествие организовало предприятие «Звездочка». На острове Ягры еще 2500 человек пронесли более 200 портретов. Надежда Блохина в полку со штендером отца. Федора Порыгина забрали на фронт в 15 лет. Он принимал участие в Советско-японской войне. Для меня – это мой отец. Для моей дочери Наташи – это дедушка. А для моей внучки Вики – это прадедушка. Для нас, прежде всего, это очень дорогой и очень любимый человек. И для нас это еще и очень большая память. И у участников торжественного марша, и, конечно, у ветеранов по щекам текут слезы. Со штендеров на них смотрят знакомые лица, друзей, однополчан. И каждый надеется увидеть их в следующий раз – 9 мая в рядах Бессмертного полка. Ксения Кабынова, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.